Это допрос Амирана Сардарова. У меня не вставал. Да ладно. Every night in my dreams. Больше мужа давай. Дядя тебя перегаром несет, а может потеет, наверное. Как думаешь, сделал ты больно Кате? Всем привет, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, как всегда, новый выпуск. Мы встретили парфюмера, сходили на ховринку. Сейчас вы все увидите. Внизу, как всегда, палец вверх. Приятного просмотра. Надеюсь, вам понравится. Ну что, я думаю, вы уже догадались, где мы находимся. Мы снова здесь. Вы его уже сами назвали парфюмером. Прикольно, кстати. Я бы не додумался даже. Вы уже скидываете фотки. Я видел, что он постригся, побрился. Но почему-то продолжает попрошайничать. Сейчас мы узнаем, собственно, почему. Слушай, я, кстати, искал парфюмера, но что-то не нашел. А я вот самого сейчас ищу. На его месте там какая-то другая. Мне фотки скидывали, что он побрился, постригся, но продолжает попрошайничать. Но он там сидит. Сейчас сидит там? Серьезно? Вот он, вот он сидит. Это не он. Я его видел на той стороне возле Мака. Его только что, ребята, шли, говорили, что видели его. Блядь, где ты? Можно узнать? Это что за мастер по уворачиванию от своего же счастья? Я вообще не понимаю. Он говорит, ну, я же вам мешал через неделю. А, типа, он гуляет праздновать? Да, гуляет. А он стал продавать духи? Да, он гуляет еще. Нет, а духи продавать стал? Да. Духи продает? Серьезно? Конечно. А, и все равно попрошайничать? Конечно. А зачем попрошайничать? Не знаю. А духи какие он продает? Духи, такая вот, такая духичка. И за сколько он их продает? По 150 или 40. Как зовут твою маму? Манана. Прикольное имя. И много разговоров было в интернете. Кто-то писал, что у тебя мама там в Госдуме, в министерстве, еще где-то. Блядь, я вообще не понимаю, откуда это все. Чем у тебя вот по-настоящему мама занимает? Мама у меня всю жизнь работает поваром. Как думаешь, она гордится тобой? Она же смотрит выпуски. Где-то в середине этого периода канала она узнала о канале, стала смотреть. Но она очень сильно меня напрягает с тем, что за все беспокоится. Вот про Ховринскую больницу. Говорит, я сидела и переживала, пила успокоенно. Я говорю, почему, мам? Это же уже в записи было. Это, блядь, не прямая трансляция. То есть, когда она увидит этот выпуск, то, что мы планируем сегодня заночевать там, то... Ну, хорошо, что это не прямой эфир, да. 0,26. Мы сейчас заедем, заберем оборудование. Где-то в полвторого ночи будем в Ховринской больнице. Не повторяйте это, пожалуйста. Там реально можно провалиться, можно наткнуться на непонятных людей. Что, взял коптер? Если удастся добраться до крыши и все будет нормально, зажжем фаеры и взлетим красиво. Поверните направо. Парадокс. 25 лет до больницы не спасает жизни, а наоборот, калечит, убивает. Вместо персонала здесь на десятилетие написали сатанисты, бомжи сумасшедшие, искатели острых ощущений. Вот, 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 вот. Смотри, смотри, смотри. Когда ты планируешь создать семью все-таки? Ты вообще думал об этом, когда? Ну, после 40 точно. И дети будут появиться. Ну, если я не окажусь в дерьме полном и в жопе, опять надо будет. А может, сейчас пока все нормально, но... Нет, и что? Это будет отвлекать? Будет очень сильно отвлекать. Мы пришли посмотреть, как у нас работает школа детского футбола. Смотри, чемпионы тренируются. Все, как прикольно тут. Тебе не стыдно? Нет, я плохо бью. Это ваша школа футбола? Ну, вроде того. Академия. Олег Иванов. Скажите, вот... Сейчас Олег придет по позе. Смотрите, вот здесь будут воспитываться будущие чемпионы, которые за сборную будут играть? Я очень надеюсь. А можно взять автограф? Вдруг ты станешь известным? Вы тоже считаете, что вот только следующее, через одно поколение появятся по-настоящему правильные, воспитанные дети, да? Почему нет? Да, может, я половлю? Пусть детишки им побили. Прикольно, можно? Как вы относитесь вот к той прям критике, зачастую несправедливой после игры на Евро? Ну, а как относиться? А футболисты вообще сами тяжело это переживают? Или вот как показывали, что типа все равно гуляем, бухаем? Да, они... Переживают, да? Да, конечно. Все внутри, просто каждый по-разному переживает. Я не говорю, что там кто-то идет, да, до потери сознания, да, напивается, но люди разные бывают, все по-разному. Кто-то закрывается дома, кто-то с семьей. Как думаешь, сделал ты больно Кате в своей жизни? Вот, может, уходом? Да. Да? Переживаешь на этот счет? Ну, я попытался компенсировать боль, которую причинил. Ну, ты понимаешь то, что пока ты существуешь, пока существует дневник Кача, ее это будет преследовать нон-стопом? Нет, я знаю точно, она мне сама говорила, что если к ней, за ней пытаются ухаживать парни, которые знают ее по дневнику Кача, она сразу это все стопорит. А, то есть, если вы хотите к Катюхе подходить, можете просмотреть все выпуски, но не говорите ей об этом. Кому? А там может быть кто-нибудь? Представляете, как это страшно. Короче, мы пришли в Ховринскую больницу, мы начитались после того, когда были здесь днем, что здесь убили 100 человек. Блядь. Тихо, да хорош ты, что с тобой? Захотелось адреналина. Только не повторяйте это после нас, это очень опасно, мы взрослые дяди, понимаем, что делаем. Вот у тебя в инстаграме одна из первых фоток, где ты себя выложил, была вот эта. Ты вот курсил здесь, а есть последствия? Последствия были после курса неделю, у меня не вставал. Да ладно, паника была. Вообще пиздец, очень жесткая. Я прибежал к тренеру в этом же зале, я говорю, что за хуйня, он мне говорит, а как ты слез с курса? Я говорю, ну закончились таблетки и уколы, я и перестал. Он говорит, так нельзя, надо было постепенно слезть. Он дал какую-то херню, я пошел в аптеку, купил, уколол и все восстановил. Итак, представляю вам римскую колесницу. Стой, сейчас, стой, щит, 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 держи щит. Вперед, мая гвардия, вперед. Чуть, чисто, подожди. Вперед. Не обращай внимания, он ебнутый. Давай, давайте. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Все, он нашей теперь, петушиной обойме. Да. Какой обойме? Знаешь, сколько политических точек, одна агитация. Какой-нибудь тоже? Нет, просто я вот думаю, может нам тоже какой-нибудь опрос устроить на предмет социальной активности молодежи, вообще, насколько она вовлечена в политическую историю страны. Кого бы из нынешних звезд ты бы трахнул? Вот она. Линдси Пилл. Вот ее. Просто это что-то невероятное. Это как будто ты в раю, и к тебе бежит богиня. Сиськи бомба, конечно. Круче видоса нету просто, блядь, в интернете с телкой связанного. Пишите хэштег «Хач тебя бы трахнул». Уф, блядь. Слушай, я бы ее тоже трахнул. Мотор, камера. Тише, да. Мотор есть. Висит три. И начали. Всем привет. Вот с этими ребятами я начну сегодня нашу новогоднюю тусовку. Поехали. Тебе что, вообще 13? 22. Сразу. Сразу. Блин, я не могу. Почему? Успугайся чуть-чуть, тебе камера пришла в лицо. Нет, она не пугается. Я не пугаюсь, мне смешно становится. Ребята, стоп, нажмем. Время 18.00, и я только начал сниматься, а приехал я в 10.30. Кино – это очень утомительный процесс. И очень скучный, блядь. Стоп. Думай, спрашивай. Тихо, тихо. О, давайте до края дойдем, смотрите. Пойдем, пойдем. До края. Блядь, у меня ощущение, как будто здесь где-то уже на этом этаже человек ходит. Давайте что-нибудь нарисуем. Ну что ты вообще и портишь, а? Ну что и какие-то произведения искусства делаем, а как ты все сырешь, Олег? Что бы ты изменил в Олеге? Честно? Я тебе так скажу, я знаю прекрасно, что многим людям не нравится в Олеге. У меня это первое время тоже немного раздражало. Произведение искусства. Покажи мне, не надо мне трогать, не надо мое трогать. Грачи, я тебе ебало на билде. Так как я сторонник анализировать все, думать и так далее, с разных сторон размышлять, я понял, что без этого не был бы тот Олег, который в принципе нам нравится. Вот это его легкость, сумасшествие, бред, который в нем есть. Поэтому я его воспринимаю органично таким, какой он есть. Ладно, что тебе не нравится, прям вот пипец не нравится во мне. Ну то же самое, что и в Олеге. Ну ты так и не сказал, что тебе мне нравится. Ну чрезмерная импульсивность, иногда не к месту. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И просто ее открываешь. Нифига себе. Ебать, ты даже ключ не нажала. Олег, а куда ты повез? Это новая машина Юля. Что-то я-то... Ты здравщик. Сколько здесь кобыл, как ты думаешь? Здесь 200. Одна. 200 одна. Олег, нажми выезжающий спойлер. Вау, ни хрена себе. Нифига себе круто. Бери, Олег, а то как лохи поедут. Я тебе хочу сказать, ты очень умная. У человека, который получает такой подарок, он минимум прочитал Гарри Поттера и максимум Войну и Мир 13 страниц. А я читал 13 страниц. Поэтому мне обязательно будет такая... Форд? А, у меня же Форд, блядь. Как это напомню? У тебя сексуальные очки. Блядь. Они тебе ищут. Говорю такие не подкатывать, блядь. Если можно, тогда иди в жопу. Юлечка, я хочу тебе сказать. Когда я тебя первый раз увидел, я подумал, что за очкарик. Ты прогадал. Пытаюсь понять, насколько у нас молодежь активная. Так же разбираюсь в политике примерно, как и вы. То есть ни хера. Я до этого только тусил, показывал клубы, тусовки и больше ничего. И это уже не усмогут здесь, если честно. 18 сентября выборы в Госдуму. Ты бы что выбрал? Пойти проголосовать или заняться сексом? Не то и не другое. Ну, наверное, сексом заняться бы. Проголосовать. Ну, наверное, сексом. А не хотите пойти там и в кабинке заняться сексом? Я бы пошел проголосовал, честно. Заняться сексом. Я не голосую. Заняться сексом. То есть ты за повышение демографии в своей стране? Мы имеем вес в своей стране. И у нас из права голоса. А, Масам, за кого бы проголосовал? Не знаю, честно. Я же особо-то не разбираюсь. А если бы выбирал между Жириновским и Валуевым? Валуевым. Карелин или Дюганов? Карелин. Хакамада или Роднина? Роднина. А ты откуда всех их знаешь? Ну, короче говоря, поздравляю. Ты единоросс, выбрал единую Россию. У тебя телефон далеко? Да. Можешь показать последнюю страницу в WhatsApp переписки с Алиной? Нет. Зачитайте. Я удалил. Как? Что ты удалил? WhatsApp. Не пизди. Ну, просто я не буду про это. Но ты зачитаешь. Да. Ну, последние пару сообщений. Ну, ничего. Я у него спрашиваю, ты где? Все нормально. Как ты? Мне не отвечают. То есть, это можно сказать что? Ну, наверное, да. Сейчас. Наша Эвочка тоже здесь. Любимая. Супермен. Помощница. В смысле, блядь? Ютубе, блядь. Что, блядь, нарисовали треугольник? Людям надо понимать. Веришь в гороскопы? Нет. Но раньше верил. Да? Тогда какого хрена ты набил себе сюда льва? На самом деле, это не лев даже. И меня наебали. Да ладно? Да. Я пришел в джипси, и ко мне подходит. Маленькая японка такая пьяная, знаешь, пытается мне склеить. И контекст пытается найти, чтобы со мной поговорить. И говорит, you tiger. Я говорю, no, it's lion. I go, no, it's tiger. Да ладно? Я говорю, серьезно, really? I go, yes. Я думаю, блядь, вот повезло, хорошо, хоть не макароны, блядь. Пацаны, новая рубрика, время садиться в машину. Давайте. Каждый понедель мы будем садиться в машину. По-братски. Погнали. Время садиться в машину. Давай, давай только быстро. Давай. Кто последний, тот пидор, блядь. Олег, ты пидор. Ребят, я вам хочу сказать, мне абсолютно не стыдно вам проигрывать. Потому что сейчас время проигрывать было. Вопрос, как ты относишься к Майклу Джексону? Я думал кумир детства. То есть заслуженно он поп-король? Конечно, с него родилась эпоха целая. А сейчас вы увидите другую Москву глазами граферов. А что? Че надо, я просто фитфай... Пойду, ты просто перейдёшь. короче мы уже больше часа ищем женю парфюмера здесь а он уже местная знаменитость это совершенно точно люди подходят узнают здесь ему помогают некоторые мы даже встретили чувака который захотел прийти ему помочь с паспортом он его тоже не нашел за день говорит восстановлю его паспорт понял что я за сегодня первое женя мастер по уворачиванию своего счастья не цепляется за возможность совершенно точно и второе у нас молодежь политически совсем не активно это вот на контрасте жени очень так на самом деле показательно никто ничего не хочет делать и даже участвовать в развитии своей страны мне кажется реально от нас многое зависит и 18 сентября можно пойти и что-то изменить я не призываю конфета за кого-либо голосовать но вы можете пойти действительно массово и выбрать будущее своей страны мы его нашли опять только мы собираемся уходите вы его находим для дядя обыскал все уже и все буквой если нет это что-то выхаживать ну хоть побрился по зоне дуну блять и 8 порядок немного чё как дела тут шмоток накупил но пока их не одеваю а почему о чем не на мне флотские фотки скидывают и опять сидишь попрошайничать зачем тебе ну блять ну а хули месяц пока делась о чем на что хватило денег хотя бы убил уже вещей потом и кроссовки все купил хочу я на улице сейчас на чё я хотел отчет не хочешь комнату снять я сказал каждое воскресенье понедельник будет приходить и помогать но мне не хватило просто взять от тебя перегаром не все там аж потеет наверно стекло я не пиздина ты же обещал не бухать в говнище какой нахуй я в говнище на пути а вот хорошо да ладно эти хорош на меня трясет потому что я за я говорю тебе еще раз я спахнили я выхаживаюсь а что значит выхаживать но это означает то что все я выхожу из этого состояния я щас пиваясь водой молоком но ты сейчас бухал но я говорю вчера вчера это вчера вчера да но вчера я немного выпил мы просто пять выпил так хорошо у него все комнату снять и не попрошайничать могу точно точно обещаешь конечно и у тебя номер есть какой-нибудь чтобы эти не искал по два часа каждый раз как-то мог набирать тебе здесь интернет есть зайди в контакт да и берега на смотришь то есть у тебя телефона нет а вконтакте ты сидишь в контакте я есть да давай а как найти кросс таки адидавский пиздат как тебя найти артемий романович артемий романович да и как тебя зовут-то вообще артём а женя почему же не говорили все же не называют а я откуда мы тебя называем жене партнер и тебя теперь как романович романы ты блять такой пиздец посмотри он вот у тебя вообще нормальная страница ты здесь молодой красивые активные еще творческие зачем ты мне можешь объяснить вот всегда я понимаю что так вот получился мира вот я тебя уже обещал так получилось ну вот вот так вот добавим не до добавил смотрели я все тогда буду по пятницам или субботам писать и воскресенье или понедельник будем встречаться это будет также поддерживать я сейчас дам еще 20 тысяч с ними пожалуйста комнат хотя бы слостал по-любому сниму начни там жить и не сможешь не сидеть с этой хернёй техник тебе не неужели не хватит подошли еще недели могу смогу обещаю кипами нам скидывают фотки и люди которые в тебя верят хотят тебе помочь а их очень много и сотни тысяч они 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 расстраиваются они говорят почему не цепляется за эту возможность и не пытается изменить свою жизнь ты просто знаешь что я же не заставляю делать то что я хочу ты просто хотя бы говори о каких моментах тебе нужно что нужно еще сделать и так далее где тебе тяжело там кстати появились идеи ты можешь создать страницу в инстаграме или в том же вконтакте выкладывать свою мерию тем просто будут помогать покупать и это будет активнее так да да так что перестань пожалуйста бомжевать ладно а те хватило на неделю 20 хватил я и огуря себе вещей купил нам а на рода еще подрок росы за три с половиной купился адидасовские но я вон поехал в этот так вот золото вавилон там оделся оделся пошел постригся меня еще 20 тысяч на неделю точно должно хватить дядь у нас 80000 получают менеджеры старший месяц так что постарайся вот ну чтобы видели люди видели что ты меняешься в лучшую сторону становишься социально адекватно ладно хорошо и уходи сейчас на что много смотрит народу я брал могут отобрать или отбить все давай только уходи и блин картон вы не были трасс в этот раз бери и рвию на древе только час давай рвии рвии а давай что что нас наведешь крупном и крикнем камера сейчас и потемней сделаты живым когда глядоваться надо глядовато на